Сегодняшний разговор на довольно традиционную тему Мандельштама, Усипа Мельча и Пастернака Бориса Леонидовича будет носить достаточно необычный характер. Мы привыкли к тому, что когда уже через много лет после смерти Мандельштама, после Второй мировой войны, Борис Леонидович произносил фразу о том, как мне не хватает Усипа Мельча с его отношением к жизни и к искусству, для продолжения художественной жизни, казалось, что мы имеем дело с человеком, который очень близок Усипа Мандельштама и которому действительно не хватает какого-то очень близкого собеседника. Мне уже приходилось говорить в первой лекции этого цикла в Израильском культурном центре о том, что мы имеем дело здесь не столько с параллелизмом, сколько с синтеподами. Для того, чтобы впечатление об этой паре было как о друзьях и создавалось ощущение этого самого параллелизма, необходимо было проделать очень большую работу, прежде всего, Надежды Ахалимовича и очень во многом по сторонам Коведы. Также большая проблема – это публикация источников. И первый вопрос, которому будет посвящена первая лекция, сегодня уже в помещении РКДУ, она посвящена детству двух, юности ранее, двух этих людей. И вот здесь у нас появляется возможность увидеть, много ли здесь общего, много ли здесь параллелизма. Начнем с того, что рассказ самого Усипа Мандельштама о своем детстве существует в форме мемуарной книги «Шум времени». Кажется, что там все хорошо и понятно. Детство, семья, отдых в Финляндии, христианские праздники, еврейские праздники, походы на какие-то концерты. И дальше уже судьба более-менее взрослого человека. Что касается Пастернака, то никаких специальных сочинений о собственном детстве он не оставил. И уже это задает ту парню, которую мы говорим, пару антиподков. Между тем, в собрании сочинений Бориса Пастернака, 11 тонн, которое, как ни странно, совершенно не обратило на себя внимание. Сообщено об этом столько и настолько необычного, что совершенно необходимо как бы просто начинать сначала. Поэтому я начну сейчас с Пастернака, так как он значительно менее известен в этом смысле. Оказалось, что существуют очень ранние письма, например, о постоянном отдыхе в Одессе, пародирующий язык его еврейской бабушки, что трудно было ожидать от Пастернака. Появились даже еще более существенные документы на обороте ранних переводов. Это письма к его возлюбленной Ниде Высоцкой, к там еще не знаю, возлюбленной линии, которые описывают еврейский праздник Песок в доме Высоцки. Праздник абсолютно необычный. Очень не похожий на традиционные праздники, как это делается. Но тем не менее, сам тот факт, что Борис Леонидович Шестогранний дважды начинал писать на эти темы, присутствовал на подобных мероприятиях, уже как-то меняет тот облик изначально, как бы крещеного няней в сверхраннем детстве, человека, который впоследствии, не имея никаких связей ни с чем еврейским или иудейским, прожил ту жизнь, которая привела его к доктору Живаку. Следующий момент, важный момент, уже вроде бы описан. Это охранная грамота, где описывается Маркут, Герман Койгер и так далее. Немецкий философ, отличный старый немецкий университет, кафедра, все прекрасно. И действительно он там какое-то время был, какое-то время учился. Пикантная ситуация, однако, состоит в том, что существуют и опубликованы были когда-то в сборнике памятников культуры «Новое открытие» письма родителям из Маркута. И если в самой охранной грамоте ничего, кроме общих философских рассуждений о юности и так далее нет, то в этих письмах содержится крайне сложная оценка ситуации. Надо учиться, не надо учиться, надо вернуться в Россию, не надо вернуться в Россию. По каким причинам Герман Койгер предлагает юному Борису Костернаку ехать с собой в Берлин и так далее. И вот здесь мы берем в руки довольно известный двухтомник, изданный в серии «Станфорд слабых стадусов». Двухтомник в тетради, студенческий тетрадь Костернака. Это философский конспект того, чем учили в Московском университете. Но, естественно, это общая история философии. И вдруг среди нее уж очень подробный и непонятно внимательный конспект философии Соломона Маймона. Вряд ли слишком популярного у нас философа, который прожил довольно своеобразную жизнь, которую я писал в своем автобиографическом сочинении «Простоляминские жизни». И который рассказывает там, как он от литовского иудаизма через хасидизм приехал в Германию, думал, что он знает немецкий язык, выяснил, что нет. И немецкие люди отправляют его учиться в Голландию, потом он возвращается оттуда, что-то уже выучив, пишет некий философский трактат, направленный во многом против антиюдоизма, князь, семитизма Канта. И дальше показывает Канту, Канту нравится. Однако, когда это было все напечатано, Кант был сильно раздражен, и были свои проблемы у Соломона Маймона. Так вот, важно, что именно этот философ по непонятной причине привлекает очень большое внимание юного горя-постановника. Другой момент, это все-таки его документы. Надо же было, чтобы поступать в университет, получить золотую медаль. И, соответственно, надо было как-то там называться. Документы абсолютно еврейские, были опубликованы в сборнике лица номер 3, выпуск 3. Чего там только нет в этих документах. То есть, и еврейское имя его отца, и сам еврейское имя, соответственно, Бориса Леонидовича, и Леонида Осиповича. Все это очень хорошо. То есть, никаких следов крещений тут нет. И вот, посмотрим на биографию Мандельштадта. Родился, значит, в еврейской семье в Варшайе, а пастернаковская семья из Одессы. Уже родился он в Москве, а не в Варшайе. Травматизм какой был? Его отец никогда не был крещен, или не то, что пастернак, академик художник. Каким же образом он стал академиком, художником, профессором, училищем живой всевоенной сочистики без крещений? По специальному разрешению великого князя. Значит, который был покровителем этого училища. Следовательно, в доме прекрасно все понимали и знали. Какие есть правила, как что бывает. Пусть на сколь угодно оригинальную, с какими-то огнями, с каким-то сильным горящим мороженым, ходил, значит, уже могший влюбляться, юный Боря, на празднование Песока. И затем он едет в Мармург к великому философу. Прекрасно. Значит, Мандельштадт, вполне еврейская семья. Отец учился даже на реформированного раввина. Это описывается в, соответственно, шуме времени. Говорится о том, как юный мальчик пришел, как-то был приведен в синагогу, где он заплутался на женских хорах, где он увидел, как люди в цилиндрах, белых перчатках и так далее, вышли в синагоги и дальше вышли, вдруг называется, два имени Гинзбург и Варшавский и сделали что-то очень важное от имени всех, для всех и за всех. Что сделали эти люди? О чем этот текст? Дело в том, что Гинзбург и Варшавский, это крупные еврейские филантропы, которые давали деньги на строительство Новой Петербургской синагоги. Открылся он в 1793 году, то есть едва-три года, если было, было в порядке. Вряд ли он мог это помнить и вряд ли он мог там быть. Поэтому писал он такие вещи, что билеты в синагогу покупали как в театр, чуть не у барышников, это зачем надо делать? Почему-то возникала какая-то непонятная проблема. Проблема была в том, что при открытии Санкт-Петербургской синагоги были закрыты другие еврейские моления и не хватало места даже для евреев-мужчин. О женщинах вообще не говорили, поэтому не обсуждается. Для них места на открытии не было. И не хватало действительно билетов, пригласительных билетов на открытие синагоги. Таким образом, здесь уже видно, что речь идет о синагоге, которая явно не по 2,5-летнему мальчику. Значит, тут мы уже видим, какова реалистичность этого описания. «Поездка к дедушке и бабушке в Риму» описывается просто замечательно. С одной стороны, мальчик ничего не мог сказать и пальцами показывал, что ему хочется уйти. С другой стороны, он уже собирал какие-то гвоздики и вез с собой в эту самую Риму, чтобы в них играть. Но по совершенно загадочной причине в этом же тексте о дедушке и бабушке Лишеске вдруг написано, что я ехал на родину непонятной отцовской философии. Но даже в 12 лет такое не напишут. Когда ушли родители, и дедушка набросил на него некий платок, и он прямо задыхаясь из него вырывался, и тут подошла бабушка, которая его спасла. То все это выглядит довольно странно. Но если это платок, если это талис, то тогда что это означает? Это означает, что его набрасывают. Во-первых, до 13 лет это обычно не делается вообще просто с женили. В первый раз могут накинуть при первом из-за Виктории в 13 лет. Что-нибудь такое. Если это традиционная майка, вряд ли он ее носил, то талитка там. А там дверка, там тоже очень трудно задохнуть. Если это дедушка, который просто накинул перед благословением этот самый платок, тоже задохнуться очень трудно. И мы видим, что перед нами просто авангардная проза. Серьезная, написанная с расчетом на то, и на 5, и на 12, и чуть старше. Тут надо видеть это расстояние временное в таком описании. То есть едва говорит, собирает гвоздики и родина непонятная отцовская философия. В этой главе фактически мы видим целый поток времени. Действительно шума времени. С другой стороны, смотришь, там тут же едет в университет. Что же происходит в университете? Еще недавно мы не могли толком ничего сказать. Ну, поехал к Индеберстве в университет. Бывает. Но еще в 65-м году были известны разговоры известного русско-еврейского философа Рона Штейнберга о том, что он там встречался с Мандельштамом. Теперь они напечатаны. И Мандельштам обсуждал со Штейнбергом некоторые проблемы модного тогда неоконтианства гильдеберского типа, в отличие от Мармана. Кстати, это были соперничающие школы. И они там обсуждали вопрос о том, что ласка им нравится больше Винкельбанда. Значит, что-то люди представляли себе в этой философии, в чем тут дело. Но главное, что обсуждали они философию, политику и евризию. Вот такая запись в дневнике 12-го года. А Рона Штейнберга представить себе Пастернака в этой ситуации очень трудно. Потому что его ситуация была совершенно другой. Дело в том, что из писем родителя с непринужденностью следуют некоторые вещи, которых просто нет в охранной грамоте. Я охотно отдаю себе отчет в том, что эти письма никому оказались не нужны. По той простой причине, что мы привыкли, что по таким автобиографиям, как мы видим, к радиохудожественным, какой-то шум времени, и мы еще отчасти к нему вернемся, или охранной грамоте ничего поднимать. Ну только что, по этому бывает духовный путь. Какая нам разница, что там происходило. Происходили там события достаточно интересные, забавные. И, если сказать трагические, Пастернак приехал в марку в 1912 году. Это был последний год преподавания, если это можно так назвать, Герман Гоггина. Но вообще говоря, это был последний год перед выходом на пенсию этого великого профессора. Куда же собирался профессор на пенсию ехать? Он же должен до 1918 года, надо было что-то еще делать. А ехать он собирался в Берлин, в Кокшуле, в высшую школу еврейских знаний. То есть, грубо говоря, та самая школа, одна из главных школ реформистов, реформистов, равенок, где учили. Куда обычно евреи, некрещенные профессора немецких университетов отправлялись? Как бы необычность Гоггина была в том, что он занял кафедру философии в немецком университете, будучи некрещеным. Но более того, начиная где-то с середины 1900-х годов, он активно возглавлял движение по борьбе с антисемитизмом в немецких университетах. Боролся за назначение на свое место еще одного явления, крещеного Павла Назарпа. Он писал в основном по поводу того, что, значит, можно положить еврейскую теологию, еврейскую экзигезу в основу этики и права. И, собственно, это, говоря, есть не аккантеансы, это некое поправление самого Канта в ту сторону, что иудаизм ничуть не противоречит ни морали, ни внутренним и внешним законам, ни звездам над собой, ни внутреннему закону в огне. То есть тому категорическому этическому императиву, это была сенсация философии того времени. Но ехал в Астернак туда без всякой необходимости. Что значит необходимость? Мы обсудим нас в примере Магдештага. Он был золотым медалистом, он поступил в Московский университет. Никакой проблемы не было. И что же он пишет отцу? Когин предлагает мне поехать с ним в Берлин. Но зачем мне это надо? Заниматься философией, будучи при этом норчепенцем таким, то есть все равно юристом, врачом, кем-то еще, и занимаясь философией в свободное время, это я могу и в России. То есть перед нами встает совершенно другой момент. Если учиться в Московском университете, ему окончить, то не будет проблем с правом жительства. Но без крещения невозможно стать профессором философии в России. Когин и так уже точно, что после НАТО, который стал таким профессором, не скоро еще, третий подряд, такого рода евреи может быть заведующим подобной кафедрой, даже профессором. Но что за обстановка в это время в немецких университетах? И вот здесь поговорим немножко о необходимости. Дело в том, что в России существовала процентная норма для евреев. И до определенного момента она была сделана так, что 3, 5 или 10 процентов, в зависимости от столичного города, для губернского города, городов с особенно еврейским населением, типа Кишинева, можно было поступать по квоте золотых медалистов. А вот в 1910 году ввели замечательную вещь под названием лотере. Когда просто евреи подавали любые документы, ну лишь бы любые гимнастические, и после этого просто пожрели, то есть будь ты тролльщиком, будь ты золотым медалистом, будь ты кем угодно, поступали какое-то количество заведомо известных. И вот в этот момент, начиная с 2010 года, огромное количество русских евреев, умевших какие-то деньги, под русскими временами, я понимаю, евреев в Российский империи, вы могли гулять. Значит, это могли быть и молдавские, и рижские, какие угодно. Так вот, они ехали в эти самые немецкие университеты, там учились. Но проблема была еще более серьезной. Русское правительство не признавало эти дипломы. И чтобы их нострифицировать, то есть получить назад, такой студент должен был что проделать? Этот студент должен был в рамках 5-процентной нормы получить снова российский диплом. То есть кого-то, если не возьмут в университет, за то, что он нострифицирует свой немецкий диплом. Отсюда огромное количество этих людей, оказавшихся в русско-украинской и белорусской провинции, ну, вне чертой России, уже нельзя было, если они только не дети, кукцов первой гильзии, и непочетные граждане, и так далее. Ну, сколько таких могло быть? И вот отсюда во многом появился и Бахтинский-Невельский кружок, который, что-то между Псковом и Витебском, очень мелкое местечко. И, соответственно, Витебск, на пересечении Литвы, Польши, Белоруссии, ну, и недалеко от России, где появились все впоследствии авангардные направления искусства и так далее, туда люди ехали. Получите диплом любой Академии художества, это ничего тебе не дает. Если он не расист, но и Борис Леонидович в отличие от ситуации с Медоштаром, у которого не было, с Батумидами, который довольно хреном учился, и который поступил в Гидлиберг, ну, казалось бы, учись так, этот по без необходимости поехал в Барбок, потому что ему важен великий профессор, тот по необходимости поехал, потому что иначе просто не будет никого образовывания. Так вот, оказалось, что отец Мадештарма подразорился, не мог оплачивать это обучение, грубо говоря, из первой Гидлиберг переползал аккуратно во вторую, и Мадештарм пришлось вернуться. И тогда пришлось проделать ту операцию, которую проделывали все русские евреи такого рода. Это покупка в Финляндии свидетельства о крещении. Это совершенно особый разгар. Обратите внимание, никакой Борис Леонидович, который в 57-м году придумал себе это крещение, ничего этим не пользовался. Золотая медаль, документы гимназические мы видим. Окончил университет, кстати, не слушал закон Божий, между прочим. Это и есть православное, да? Поступил в университет, но в итоге окончил как. Нет у него этих проблем. Его отец, как профессор, имеет право жить. Все, в самом центре Москвы, напротив, нынешнего почтанта, они там и проживали. Так что ситуация у Мадештама и Пастернака абсолютно разная. Просто ничего общего. И более-то, ситуация еще жестче у Мадештама. Дело в том, что когда он реализовался, то в районе 13-го года был большой скандал. Помимо того, что для евреев существовала процентная норма, был еще запрет на обучение в военных училищах. До 8-го, что ли, года, сейчас не помню, еще можно было в медицинских, потом это кончилось. А со 2-го уже нельзя было в обучение, в военных училищах. И тогда люди покупали себе вот эти вот самые свидетельства о крещении. Вот в районе 13-го года неожиданно были обнаружены, аж на в Академии главного штаба, разные Матвей Ивановичей, которые оказывались мотлыми израильщиками, неожиданно. Ну и началась разборка. Очень серьезная. И выяснилось, что в Финляндии поставлено на поток производство вот этих вот свидетельств о крещении. Причем Финляндия была такой интересной страной, куда еврей, вообще-то говоря, не мог въехать. То есть он мог ехать на поезде и не сходя вернуться обратно. Вот. Так эти крещения часто проходили просто в поездах и занимались этим крайние протестанты. Очень часто пишут, что Мандельштадт, амбитеральный, или что-то еще. Не надо. Методизм. Но вопрос с методизмом еще бы присутствовал. Дело в том, что методисты в России появились в 1908 году. Это свежайшая конфессия. Поэтому, когда начинают рассуждать о том, надо же, как, вот, выбирал, долго-долго, выбрал такую сверхрадикальную конфессию. Не надо. Ничего сверхрадикального там не было. Самое удобное. Потому что пастор этой конфессии, пастор Розен, на момент 10-го года наиболее активно занимался продажей из-за самого бумажа. Закончился это все уголовным делом, которое отражено в финских газетах, есть по-русски финнвендская газета. И там можно увидеть, как от него требуют предъявить список этих крещеных, как он его не предъявляет, как прячется ему секретарь, как его вызывают. И там еще было двое-трое таких граждан. Больше всего этим занимался пастор Пихра или Пираб, чему-то по-разному. Это харь то считается, то нет. И было принято решение, что все студенты петербургского, московского, значит, новороссийского, под новороссийским понимать, сандельского университета и прочих университетов, там были свои люди, там армянский священник занимался, тем же сам, в основной кераме. Жить-то надо. Вот. И они, эти люди, должны были снова перекреститься. Смотрите, у пацаны нет таких, переживаю. Мы сейчас посмотрим, какие у него были. Почему нет? Но этих нет. И тут, значит, Мадельштам начинает истерически сдавать экзамены, и за какое-то там время сдаёт больше, чем за два предыдущих года обучения. И больше, чем за всё последующее. Это нетрудно проследить. Была попытка спора с этими моими работами, такого рода, мы сейчас продолжим этот разговор, что дальше следовало. Но мне предъявили документы о призыве Мадельштама на военную службу, но так как старший сын не призывался, то он написал бумагу, что мне призывается, и через 20 дней вся история закончилась. То есть, каким образом мои питерские коллеги, представители никому ненужной бумажки чисто канцелярского сорта, пытаются опровергнуть вот то, что я сейчас рассказываю, мне понять трудно. Тем более, что брали Мадельштам следующий, Евгений Вильевич. Точно так же крестинцы учился в Петербургском университете, служил в русской армии, сидел потом при советской власти, и все нормально. Это одно другому не мешает. Так вот, вся проблема состоит в том, что в еврейских кругах к этому было очень специфическое отношение. Почему? Значит, было сказано, переключайтесь обратно. Что это значит? В России была система, которая называется уведомительно-разрешительная. В переводе на русский язык это означает, ты извещаешь, что ты хочешь пеститься. И теперь в 100% случаев это разрешает. В чем смысл? Смысл в том, что люди могли менять имена. И в революционной ситуации это так и было. Начали эти финские священники, не эти священники, фельдман финский, в вообще тюрьме. А как вы понимаете, все эти выборки и так далее, так близко от Петербурга, это все центры эсеровского терроризма, что в общем это было небезопасно. Если евреи ловили на перемене незаконного имени, то ему в паспорт лепили красным штабом соответствующим. Вот какие переживания у мальчика. Очень такие, своевательные. Но и в еврейской среде был жуткий протест против этого и говорилось о том, что необходимо добиться того, чтобы эти люди не запускались на балы обществу в поддержке высших еврейских знаний. Вы креститесь, пожалуйста. А вот мы не будем. То есть даже формальное протестантское крещение было травматично в дальнейшем общении. Это не такой простой разговор. Разумеется, в это время Мандельштаб ходит на заседания религиозных философских собраний и так далее. Я сейчас действительно его как бы раннее детство не обсуждаю. Оно описано примерно. Ну, будем считать. Шрезвил к философским родственникам, крещеным там евреем, что ходил на концерты Бог, но не купил. Я сейчас, я с двух слов скажу, что это такое, что это за глава. Вот. И главное, что судьбы абсолютно разные. Потому что в это время Борис Кианневич Пастернак сочиняет свою раннюю прозу, которую, по-моему, полностью все кусти до сих пор не напечатаны. Это разные куски про некоего релинквимени. Так вот, также известный, но мало исследуемый, так сказать, повести, слишком, она такая специфическая апеллисовая черта, где обсуждается вопрос о черте между кровью и происхождением, а также творческой способностью. Не каждый риск не такой относится. Сочиняет. Действует герой релинквимени. И об этом было масса споров. Я много раз об этом говорил, но все как-то вот, это никому не нужно. Мешает. Чем релинквимени от релинквимени отличается? Это показатель времени. Совершенный и несовершенный. И, казалось бы, я покидаю, я покинул, я там что-то вот в этом духе делаю. Вопрос вообще не в этом. Вопрос в том, как я говорил на первой лекции, сейчас скажу более подробно. Вопрос состоит в том, что это цитата из вульгаты, из фразы «Прелинкуя отца и мать своего, и пусть они хоронятся в их мертвецу». То есть уже сверхранник пастернат в свои прозе закладывал подобные вещи. Существует его письмо седьмого года, то есть когда ему 17 лет, начало 18 было то ли из Германии, то ли из Вены, где написано, что поздравляю всех из той и другой паспорта. Вот она граница. Она просто легко прослеживается, где и что происходит. И он готовит себя ко всему этому, но у него есть договор с отцом. И теперь мы снова возвращаемся в Марк. Одно из писем. Дорогой папа, я подошел к профессору и сказал, что ты кое-что его написал. Но он не любит, что когда мелкие всякие еврейчики, значит, из Восточной Европы приезжают его рисовать, чтобы на его имя прославляться. Ну, в общем, он меня погнал. В следующем письме написано, что там еще один дружок рассказал профессору, что ты академик, профессор, тебе ничего не надо и ты можешь, значит. И те рисовать. И дальше фраза, но ведь мы же обарбанели. Это старый род, еще испанский, еврейский, который считает себя коинами, то есть потомками первосвященников в храме, а значит, у старшего сына есть некоторые обязательства. И вот был договор между Борисом и отцом о том, что он обязательно должен жениться на юрике. И он постоянно пишет, «Папа, я помню об этом нашем», что он не произносится. Это будет произносить чуть позже. Так вот, вот это совсем другой вид травматичности. Он едет в эту самую Германию и он пытается учиться у профессора, который сам, вот как бы, и немецкий философ, и с чем-то и еврейский. Он сам изучает одного из главных для предшественников Когена, вот этого не самого известного философа Соломона Маймона, значит, для того, чтобы быть к этому готовым. Никаких подобных злобок, у Маймона, то есть там и нет. Хочет, или везет в философские собрания. Хочет, пишет стихи с еврейским, но, хочет, нет. Первый камень и ставит так, чтобы там не было этого следа. Потом, по мере продвижения, мы же о юности сейчас говорим, и детстве, да? По мере продвижения дальше все эти стишки появляются. Значит, есть одно дело писания стихов, другое дело создания сборника. И, как бы сейчас сказали, саморепрезентация в паре. Так вот, это все достаточно существенно различает отношения. Мандельштамп формально грестился, а по странам, будем честно говорить, никак. сейчас делаются, предпринимаются, титанические усилия по вторичным, третичным материалам, слухам, доказать обратное, но уже в сороковые годы. Значит, нас сейчас в области юности это не интересует. И то, это крайне сомнительно. А, значит, уж для детства, юности мы прекрасно понимаем, что это не совсем так. В следующей лекции я как раз буду говорить о том, что мы просто не знали некоторые чисто еврейские источники, не видим просто по-лимингу, двух поэтов на эту тему, на еврейских конкретных источниках, которые изучают только там, где учат чему-то. Мы ничего не знаем о том. Был в домашнем учитель, не был и так далее. В любом случае, когда был следующий брат Александра и сестры, ничего подобного не было. Но что было со старшим саном? Мы до сих пор не знаем. Это можно будет попытаться сделать, и в этом будет цель. Как раз в следующей лекции, где я это попытаюсь показать. Там будет прямой диалог, на эту тему. Но еще серьезнее, то, что Пастернак пишет во время Первой мировой даты. Если вот я говорю вывести эти бумажки с этим самым призывом, как мне там описывали наши коллеги, может быть, и не печатать, настолько они малозначны, ну, упоминает с вами Ремодельштам, ну и хорошо. Но написал бы, через две недели ему сказали, что как старший саном не подлежит призыву. Ну, прекрасно. Пусть у нас будет, если когда-нибудь будет сделана честная летопись «Хроника жизни Мандельштама», в чем очень большие сомнения, мне пришлось рецензировать в журнале «Вопросы литературы» не один раз вот летопись, созданную Медзем, ну, это какой-то один большой конгломерат Хальшаков. Я это говорю с полной ответственностью, тем более, что сама рецензия называется «Летопись Мандельштама от факта к вымыслу». И это было напечатано в вполне серьезном журнале. И даже были какие-то с их стороны, вот, там не один Медзем, там просто руководитель этого коллектива, были попытки со мной спорить в основном в форме выписать из моей рецензии указанные пропуски и издать их под своим именем в других зарубежных журналах. Ну, если мы на таком уровне разговариваем, то, конечно, ничего не будет. И тогда зачем нужна такая честность невероятная вот в этих каких-то бумажках. Но вот в случае Бориса Леонидовича Пастерната все довольно серьезно. Дело в том, что в том самом письме, где он поздравляет с двумя пасхами седьмого года, он пишет «Читаю здесь типа все или читаю много». Никто никогда почему-то не анализирует, а что он тогда читал. Это был период, если открыть тогдашние, ну, материалы по истории тогдашней Вены, жутко бурного входа разного рода ювлеев в немецкую культуру, через немецкий язык, но в австрийскую культуру. Огромное количество. И, конечно, это был выбор. А вот в восьмом году, девятое, произошли события, которые оказали абсолютно принципиальные воздействия уже на того и другого. Имеется в виду дискуссия о евреях и русской литературе. Начавшийся со статьи Чуховского о евреях и русской литературе, где он написал о том, что нечего евреям делать в русской литературе, это можно делать только на родном языке, и будучи еще включенными в русскую жизнь, а во всем остальном вы можете быть издателями, редакторами, критиками и третьестепенными писателями. Ничего другого не будет. Возник воника дискуссия по этому вопросу и очень остро там столкнулись вчерашний либерал Петр Градович Струга и Валерий Николаевич Милюков с Владимиром Жаботинским. Это знаменитые четыре статьи о Чириковском инциденте. В чем же состоял инцидент? Инцидент состоял в том, что в квартире актера Ходотова, вообще-то говоря, самого еврея, и без того читались всякие современные пьесы. Тут была прочитана пьеса на тот момент популярной выдержкой драматургой Шола Маша да еще в переводе да еще непонятно в каком. Несколько бытовая, в отличие от его до этого, там, Бог мести или какие-то такие мистико-социальные на символистские сочинения. Тут бытовые. Ему было сказано, что пьеса не очень удачная, на что он не очень хорошо говоря по-русски, видимо, что-нибудь такое произношение типа того, что вам, нас евреев, не понять, зачем народ это пишет, мы это пишем. Ему сказали, а так-то, да и вам, евреев, нас русских не понять, и каким-то образом. Сейчас не будем разбираться, кому это и зачем было нужно. Это попало сначала в выдержскую газету Дорфрайта, оттуда было передано во всей русской печати. И тут взрыв. Но это итоги первой русской революции. Фактически после 1881 года, года погромов после убийства Александра Второго, это вторая волна конца еврейской ассимиляции. Поэтому для Мандельштама и для Пастернака, которым 17-18 лет в это время, это переломное событие. Но интересно, что сборник об этой дискуссии назывался «По вехам». И там участвовали участники веха. Я уже колького назвал. Что же это за дискуссия такая? Какая она имеет отношение к вехам? Только она до поражения первой русской революции был возможен еще какой-то положительный итог взаимодействия приходящих в русскую революцию, в русскую культуру евреев и русского либерализма. Сборник вехи четко положил к этому ходить. Хотя должен заметить, что дневный организатор после них главный был Михаил Испешкир Шансон. Это не помешало ничему. Правда, во время первой мировой войны Шансон стал писать предисловие к сборникам новой еврейской поэзии к переводам и к альбому еврейских художников, а также написал книжку «Судьба еврейского народа» и беседовал на эту тему из двух углов с Вячеславом Ивановым. Это было чуть позже. Пока восьмой год. Все. Вот разговор о национальном лице русского народа, о том, что ему надо избавиться от еврейских всяких влияний, о том, что зря евреи наступают русскому медведю на ухо, это либерал вчерашний в таком томе писали, вызвал взрыв. И так как это были веховцы, и очень много на что отвечали вехи, имело отношение, а сейчас нету на стену к Жаботинскому, очень жесткие поливники между Жаботинским, Гиппиус и Михайловичем Меньшиковым в основном времени. Это была грандиозная тоже дискуссия, очень практически пропущенная в истории русской философии, поэтому очень многие статьи непонятны в вехах прошли. Но так как мы видим, что это одни и те же люди, то такая дискуссия перекинувшаяся вместо евреев в русской литературе, здесь организованно спорно называется по вехам. Таким образом мы видим, что перед нами очень глубокий раскол выбора. Если я пишу на русском языке, то о чем я пишу? И если происходит в стране дело Береса, кровавое обвинение в употреблении христианской крови в еврейских литературе, которое взрывает весь мир и так далее, что происходит? Боренко еще в 12-м году был в Маргарске, он еще стремился к своему учителю. В марте 14-го года Герман Хогин приезжает в Москву. Ни малейших интересов к нему не появляет. Его бывший расторженный студент. Ибо приезжает Герман Хогин в Москву с единственной целью поддержать русско-еверейскую общину после процессы по делу Береса. И выступает он в самых разных учреждениях. Да, он получил в Петербурге некую медаль в Московском обществе и Петербургском университете. Он что-то сказал в Московском университете. В основном он выступал в синагогах, еврейских столовах, еврейских обществах и так далее. Это для Бориса Леонидовича неприемлемо. Где же кончается где вот прям минута когда все заканчивается. Заканчивается все в самом начале 15-го года когда Герман Хогин публикует письмо к американским евреям на самом деле польским и российским там же и призывает их поддержать немецкую армию потому что вы люди немецкой культуры и так далее. Это время диких обвинений евреев в предатель пресантовой полосе. Вот тут и был запрет вплоть до того который мы сейчас коснемся с Мадышом приезжать в фрифронтовую полосу воевайте пожалуйста в тылу пожалуйста в санитарных поездах нет. И вот здесь все то есть января 15-го года конец. Хотя Пастернак еще среагировал на самое последнее сочинение Германа Когина Дернекста о ближнем которое он явно тогда не читал а читал его изложения в еврейских журналах. Что нам тоже на русском нечезвестно никогда не было. Мы сейчас не будем разбирать разговор Живаго с Гордоном в пресантовой полосе это отдельный разговор но это разговор именно того самого периода когда Когин призвал евреев России поддержать Германию чудовищной на самом деле конечно идеей богатой но в это самое время что делает значит Пастернак он стремится вроде бы в русскую мы что-то не слышали что Мандельштаб рвался служить в русской армии как раз там сдавал экзамен и все так что здесь неприятности не было всех. А вот Пастернак пытался причем интересно одновременно его отец пытался его отмазать будем говорить так через каких-то знакомых врачей и в это же самое время Пастернак писал своим друзьям письма о том как он хочет идти в русскую армию он хромой видимо точно знал что в итоге не возьму вот ну извините надо что-то понимать но кто были эти прекрасные люди эти прекрасные люди были значит ну например Юлия Леонидзимов какой-нибудь но это те самые люди или Сергей Бабров которые писали о том что ты там более конечно говоришь не на жаргоне то есть на юноша но у тебя язык приемных покоев больниц это примерно то же самое что фармацевт это те специальности благодаря которым евреи будут жить не чертаясь сцентаром или помощники врачей могли стоматологи поможете стоматологу помогли так вот и вдруг один из них пишет а ты вообще подумал что ты еврей нет подумали вы что я еврей да ну теперь вероятность того что тебя возьмут ну уже 95% все это есть все это есть собрание сочинения пастернака это никем не читается абсолютно как будто ничего нет и если мы теперь посмотрим на очень коротко на разговор живаго с гордоном мы сейчас не будем говорить о том что говорит крещён еврей гордон это это сейчас вообще не входит в нашу задачу но если мы посмотрим отголоски чего в разговорах живаго с русскими врачами то это отголоски статьи Владимира Эрна Кант и Круп то есть о том что вся кантианская философия в итоге привела к убийству и так далее да вот разрушение культуры и все так можно Владимира посмотреть что он там сочинял на эту тему почему это важно потому что если какой не сказал то что он сказал то может не оконтианство тем более еврейские но если он предложил не оконтианец еврей российским евреем поддержать германию который разрушает русскую культуру ну и свою тоже естественно но тем не менее еще русскую в большей силе то соответственно мы что видим мы видим полный отказ всего этого не оконтианства и тогда отказ от философии о чем очень люди пишут оказывается не просто отказом от музыки в связи с отсутствием абсолютного слуха а это отказ от той судьбы которая могла бы иметь какие-то ну сознательно еврейские шеи что касается Мандельштама то как видите все с точностью Дон Добар но и тот и другой любит музыку и мы знаем что Пастернак пишет такое сочинение неотонченная история но и контрактан но относительно не окончен но не опубликован вторая часть немножко недописан это сочинение о том как некий пианист то есть органист забил значит молоточками органа ребенка который туда разошел своего который не заметил довольно сложное сочинение с массой цитата из русской литературы какой угодно и вот когда описывается горе матери то там говорится что она вообще могла бы умереть если бы черви не заполнили ее род это что такое странно то есть сюрреализм молодого человека который это пишет а дело в том что существуют знаменитые антисемитские разные вещи связанные с тем причем и как какие колена были наказаны за что-то там так вот рот полон червями у какого-то колена который сознательно который сознательно мочил дерево который станет крестом чтобы ему было тяжелее нести на веру на русском скором так сказать пути вот у него дети рождались червями на рту вот такое понимание Европы понятно очень даже не было похоже на понимание Мандоиста и еще один момент когда пастернак едет в Европу он пишет письмо и в этом письме вдруг написано как он проехал через Галицию и как он увидел невероятно бедные ультра отодоксальные вот эти вот такое же еврейство на крайне самоуничтожение это то где потом Анский Семен Анский собирал материалы своей гигантской этнографической экспедиции по которой был написан знаменитый Феса Дибух и об этом мы тоже абсолютно то же самое описывается в начале очерка Мандоиста о Меходице как он проезжал мимо местечка и видел как под осочком прыгал как жучок там некий раввин в некоем описании это стандартное описание любого кто на поезде самолета да не очень летает понимаете проезжал в Европу так вот у Пастернака травма была настолько сильная что по воспоминаниям уже времен скандала вокруг живага в еврейской печати это грандиознейший был скандал грандиозный который до меня никто не изучал потому что было мне нужно что происходило на иврите на иврите потому что обсуждался именно этого в диких подробностях вот было написано что по воспоминаниям одного польского еврея что вот папа пошел слушать чтение Дибуха не помню там у кого соловок что ли а Борис Леонидович отказался то есть мы видим буквально весь механизм вот этого полного расхождения и никакого схождения это как два полюса вот той области которую мы обсуждаем и тогда становится понятно что если впоследствии Мандельштам уже писал занимал позицию такую проидорский театр и антигабим 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 ивритский театр который в целом где ставился соответственно Дибух он знал что он делает а Борис Леонидович туда не хотел ни на ду вот представьте себе ситуацию в которой постепенно по продвижению довольно сильно ассимилирован его отец мягко говоря Сирин кто толком не знающий еврейский языков понятно идет все больше и больше в еврейскую сторону и в итоге в 23-м году отмечает юбилей Хаева ивритского поэта Борис Леонидович в это время находится в Берлине и оттуда пишет письмо брату как я рад что ты женишься на русской вот пожалуйста прямой текст я сам к сожалению не имею этой возможности я уверен что родители только рады этому ибо нельзя продолжать длить еврейскую не было там сероста или что-то такое в Бабеле этого нет а дальше идет текст вопрос выселения фришмана это семья еврейского поэта фришмана умирающего в это время в Грини в итоге ему закрыл глаза отец Пастана что можно найти в еврейских газетах того времени значит вопрос выселения фришманов есть для меня вопрос чисто антисемитический либо я не могу находиться в свете рефрактора в свече там что-то хуже и так далее во мне вот это как бы конец вот этой истории в этой истории женись вы обязательно не еврей в итоге ему пришлось жениться на первой жене еврей у нас сейчас нету вот дальше мы не идем у нас как бы юность и все остальное и детство и юность но теперь о музыке мы знаем историю контрактавы мы уже выслушали у Скрябина Пастернак не учился он по крайней мере показывался и вот куда мне бежать от шагов моего божества когда дверь открывается Скрябин он решил что у него нет абсолютного слуха он не может быть при этом композитор прекрасно что о музыке в это время пишет Мадельштаб поразительное сочинение концерты Гоффмана и Губерека в шуме временем где описываются рождественские концерты Гоффмана польской пианисты пианисты и некои чешского скрипотека Губерека в чем особенность почему там все обалдевали почему эти люди успокаивали толпу как какие-то совершенно звери которых надо трассировщикам успокоить почему был такой психоз ну казалось сходил мальчик но такое и делал ну там и ладно судя по тому что он описывает это должен быть какой-нибудь тот второй год но как и все в этом самом шуме времени очень сдвинуто там все как я вам говорил там несколько уложено время там по-разному и вот здесь происходит следующая вещь концерты Гоффмана уберем пока Губерека были очень знакомы события Гоффман был первым из пианистов а не композиторов кто стал репетировать под метроном поэтому его маня называлась чрезмерно грудозная чрезмерно механистическая и группы реализованы бездушны в тот самый момент выдающийся русский такой антисемитский музыкальный критик Эмель Мена выпускает в север статьи эстрада в золотом роне и там говорит о том что евреи должны уйти с концертной эстрады потому что они слишком рано созревают как все южные народы и наш северным мальчикам уже ничего не остается когда эти гении как там Андрюша Малосольный и тому подобное издевательские какие-то имена значит они уже заполняют самую эстраду потому что им кладут скрипочку уже в люльку с одной этой ниточкой а наши те которые должны там вагон и прочие предковные игры они должны значит уступить свое место и значит соответственно в примечаниях к этой книге написано что еврей это символ или знак или проблема не помню сейчас среднего вкуса еврейство это бедствие среднего вкуса это то что уже сказали доктор Режевар в 14-м году Гордон то есть это важнейшие совершенно вещи связанные с концертами Коффмана и Куберика 8-го зимы 7-го начала 8-го года то есть перед самой проблемой еврееврусской литературы и там я не буду продолжать там и с Кубериком все не так просто но важно что Мандельштама как он описывает приводит к этому великому Куберику Куберик его погладил по головке и так было понятно что он не будет никаким скрипачем и счастливым Мандельштамом шел потому что каждый еврей ему надо же якобы играть на самом деле все эти разговоры про еврейские шахматы скрипки и так далее это социальный процесс чтобы легко сейчас в нем вызывать мы не видим ни чемпионов мира по шахмату ни через мяго еврейские скрипачи они туда приезжают так что это совершенно не является национальной особенностью никак это особенность жизни как жить пробиться там и так далее так вот но не без способностей конечно но и не таких запредельных как вот казалось в девятисотом сороковый год все вполне на свой уровень нормально так вот и поэтому каждая глава шума времени понимаем мы не понимаем полна вот этих разговоров каждая глава охраны грамоти там этого просто нет вот представьте себе что происходит когда начинаешь такое говорить когда говоришь отдельно про каждого из них ну хорошо такие-то письма папе и вот такое творчество здесь соответственно такие-то мемори и такая-то реальность и ладно на самом деле совсем не ладно потому что по-настоящему если продолжать схему которые нам оставили еще с сороковых годов четырех пайтов вот так внутри этой схемы очень много есть о чем поговорить и проблемы которые волновали по сторонам конфиденции проблемы просто крови просто безличных разговоров они проявлялись и дальше и в один прекрасный момент хотя это было значительно позже Святая Вилу написала ну и что что ж ты более так волнуешься ну если тебе так неприятно быть евреем ну скажи что ты например некий ты говоришь что Пушкин еврей что это такое это клиника что ли какая-то нет это споры 10-13-го годов между выдающимся русским антисемитом Сикорским который выступал обвинителем Надя Лебедиса с психиатрической точки зрения и либеральным академиком Анучином на эту тему в это даже трудно поверить но это реальный спор и мы опять вернулись в юность вот до 22-23 лет самое ранее вот он конец как видите все эти проблемы которые я показываю неаккуратно шим образом фигурируют до конца дней и никуда не деваются и в конце концов и Живак окончается в 29-м году а разговор Живак с Гордоном это понятно да что-нибудь и в конец 14-го начало 15-го и соответственно во втором томе ну хорошо ну 16-го все здесь формировано уже абсолютно все и поэтому я собственно выбрал сегодня такую тему с одной стороны для затравки а с другой стороны для того чтобы сказать что по-видимому продуктивно в дальнейшем именно параллельное изучение этих двух судеб и реакция на них по-разному вот оставшихся двух членов четверки и если может написать Ахматова что она любит кого-то как свой Витебск Шагал если она может сказать что моя замухрышка проза по сравнению с охранной грамотой и шумом времени разве в шуме времени такая была в охранной грамоте но сейчас мы видим достаточно значит она это понимает одновременно с Виталией может писать вот такие письма и безумно возмущаться шумом времени ее с трудом уговорили не печатать Матветосику Мандельштаму не так давно было напечатано в 20-ти лет и вот там-то все цветет что вот если бы ты как еврей восхвалил бы наш добровольчество то может быть тем самым ты бы как-то оправдал там свое существование ничего себе писание и это после Марины значит и Дмитрия что вам молодой державе мой непричесанный стих и так далее вот тогда эта четверка начинает быть динамической и интересной если мы это делаем то ради того чтобы их понимать а не ради того чтобы кому-то нравится или кому-то не нравится что два поэта-еврея попавшие вот в эту четверку получается мужская часть четверки и а вот женская посмотрите какая реакция и самое смешное что если еще посмотреть на взаимоотношения там между собой то они тоже будут непростыми но они не обязаны быть в этой сфере а вот оказывается что это русский есть и когда мы говорим вообще о русской культуре то лучше бы конечно избавиться от двух вещей от этой четверки потому что где-то есть и блоговые и Горские и Заболовские и так далее хватит еще чего в русской культуре изучать кстати в рекламе уж совсем без него нельзя и с одной стороны а с другой стороны отойти от того что существует странное понятие что хороший поэт должен быть обязательно хороший человек в смысле нам нравится на сегодняшний день кроме того трагическая или нетрагическая судьба поэта не должна здесь иметь никакого значения если бы это не было убийство в газовой камере никого из них как мы понимаем там не убивают в то же время реакцию Пастернака мягко говоря обивалентную на эти все события мы знаем реакцию Мадельштама мы знаем не можем и в этом тоже противопоставление Цветаева тоже покончала с собой достаточно рано хотя надо сказать незадолго до смерти ей было поручено переводить детских поэтов и она мучилась писала что мучился переводя евреев не так давно это напечатано эти попытки в Иерусалимском журнале и поэтому мне бы просто хотелось сегодня закончить этот чисто биографический разговор дальше мы будем говорить уже о произведениях ровно ради одного чтобы сказать что не случайные текстовые отсылки в этих произведениях не случайные воспоминания о каком-то домашнем учителе который чему-то там учил или не учил речь идет о судьбе и о том что здесь есть та самая искра которая собственно и формирует очень даже принципиальную разницу этих двух поэтов спасибо спасибо